Привет всем, спасибо, что пришли. Меня зовут Костя Буленков и сегодня мы будем говорить о проекте JetBrains Runtime и, собственно, зачем JetBrains понадобился свой собственный fork OpenJDK. И начну, наверное, с того, что я представлюсь и расскажу немножко о себе, кто я такой и вообще, что делаю в JetBrains. К JetBrains я присоединился в 2008 году и занимался всяческим UI. Сейчас я отвечаю за юзабилити и то, как выглядят наши продукты, все наши IDE на платформе Intel GID. Собственно, с 2008 года я сделал кучу всяких мелких вещей и больших вещей. Если вы работаете в Intel GID, какие-то из них вы знаете. Кстати, кто работает в IDE? О, ну много. Ну, поехали. Я просто буду пришлять какие-то суперзнакомые и популярные вещи. Shift-Shift кто-нибудь использует. И вот всякие structure pop-up, dark look and fill. Причем с Darkly очень прикольно получилось, что это не просто тема, да, это не просто там какая-нибудь color схема. Это целая платформа у нас внутри платформы. И на Darkly мы сделали много других look and fill. То есть, например, если вы пользуетесь светлой темой, а не темной, она тоже построена на Darkly. Если вы пользуетесь, не знаю, пользователь Linux, она тоже построена на Darkly. Короче, такая смешная история. Inline debugger. Наверняка дебажите вот эти вот всякие штуки, которые возникают в виде комментариев и помогают вам не улезать в Tool Window. Ну, вот это вот тоже занималось. Всякие диаграммки. Из последнего это Ziming. Я поучаствовал в проекте JetBrains Toolbox Up. Это такая штука интересная, которая позволяет снять весь геморрой с апдейтов, тулов. Это довольно неприятная процедура, потому что мы выпускаемся довольно часто, какие-то япа еще возникают. В общем, надо все время обновляться. А Toolbox снимает эту проблему. Он висит где-то в бэкграунде, все за вас делает и, в общем-то, приносит в нашей DE experience из хрома. Ну, хром вы, наверное, просто перезапускаете, и у вас все работает. Вот Toolbox примерно про это. И последняя штука, вот прям совсем из недавнего, в чем удалось поучаствовать, это JetBrains Mono. Кто слышал о JetBrains Mono? Дофига народу. Короче, кто не слышал? Это такой специальный шрифт, созданный специально для разработчиков. То есть там с фокусом на readability, на понимание. И мы зарелизились буквально полтора месяца назад. Если вам интересно почитать, о чем это, вот, пожалуйста, по ссылке. Короче, сегодня мы будем рассказывать и беседовать про JetBrains Runtime. Что это такое? Ну, во-первых, это fork OpenJDK. На нем сейчас гоняются все наши DE, то есть вообще абсолютно все. Также его использует Google для своей Android студии. Помимо Google и нас, его использует Yorkit. Это такой Java профайлер. Кто его знает? Поменьше рук. Ну, довольно популярный. И также недавно J-профайлер нас стал тоже использовать, чтобы решить всяческие там проблемы с отрисовкой на HDPI и прочим. Плюс есть какие-то еще другие люди, о которых мы просто не знаем, потому что они либо маленькие, либо не говорят об этом. В общем, на данный момент нас используют порядка 10 миллионов человек. Это дофига. Вот. Как так получилось, что мы сделали свой форк и, собственно, главное, зачем? Короче, тут есть три причины. Я попробую очень детально каждую из них разобрать. Причина номер один – это Java Swing. Здесь есть деды, которые знают, что это такое. Довольно дофига. Да, Java Swing – это такой UI-ный, короче, UI-ный фреймворк, созданный Sun Microsystems в 97-м году. У него есть одна очень классная фишка. Он кроссплатформенный. Вы пишете UI один раз и вроде как обещается, что он работает здорово на Linux, WinD, на Mac. В то время, в районе 2000-го года, это было критично, потому что были Delphi, были, я не знаю, что был, Qt, наверное, был. И все оно как-то работало не так. Вы либо пишете под одну платформу и потом думаете, как это все перенести на другую, либо не пишете ничего. Вот. В этом, в районе 2000-го года у нас появилась наша компания. Мы недавно отпраздновали 20-летие. И наш первый продукт Renamer, он, собственно, как бы не задумываясь, стал использовать Swing. Ну что, классно. Написал один раз, используешь везде. Renamer потом развивался, превратился в IntelJ-ID. IntelJ-ID превратилась в IntelJ-Platform. На платформе построили кучу IDE-шек. И вот этот вот Swing, он как коронавирус. Он проник везде. Он, собственно, проник во все наши API. То есть, там, не знаю, если вы пишете плагин, вы наверняка могли замечать, что у нас где-то возвращается J-компонент или нужно передать J-компонент. То есть, есть такая вот некая сильно связанность кода. И когда ты понимаешь, что ты весь обмазан этим свингом, ты уже не думаешь о том, чтобы можно было куда-то слезть. Просто это будет либо безумно дорого, либо нужно делать просто в параллельный новый продукт. Это причина номер раз. Вторая причина – то, что на самом деле люди, которые мейнтейнят этот свинг, они не особо заинтересованы в том, чтобы его мейнтейнить дальше. То есть в 97-м году, может быть, это было как-то актуально. Сейчас это абсолютно не актуально, потому что есть классные перспективные направления, где можно заработать денег больше, чем на десктопе. И, ну, собственно, ребята, варитесь вы сами со своим свингом. И третья причина – на самом деле не все баги можно починить в клиентском коде. То есть, если у вас есть какая-то проблема, первое желание – это пойти что-то там закостылять, обернуть. Но на самом деле не всегда так получается. Собственно, да, есть еще такая штука, что если у вас есть серьезный баг с UI в GDK, этот баг может проявляться в разных реинкарнациях. Ну, например, какой-то фокусный баг, он может вылезать в каждом диалоге у вас или в каждом по папчике. Вот. Если есть проблема с каким-нибудь инпутом, это вас будет бить в разных местах и в разных языках, разных раскладках. Собственно, картинка это иллюстрирует. Есть баг в GVM. Это на самом деле можно сразу умножать на сколько-то багов в продукте. И можно сразу же умножать, что к вам придут, ну, там на каждый баг по несколько пользователей и скажут, что типа фи, когда почините. Супер классный и удобный ответ – это отвечать, ребят, проблема не у нас. Проблема где-то в GDK. Вот вы пойдите, постучитесь там в Sun или в Oracle, они скорее всего починят. Это супер удобно. Это снимает ответственность, но не когда у вас там миллионы пользователей. Потому что если пользователи приходят, платят денежку за продукт, они хотят получить качественные продукты. Их не волнует, что типа там кто-то другой виноват в том, что у вас там такая какаха. Вот. Да, собственно, интересный вопрос, откуда баги-то в GDK вообще появляются. Это же классно, там все правильно делают. И вообще супер инженеры. Я причем не шутю, сановые инженеры, то есть супер люди. Вот. Но на самом деле есть просто баги. То есть у вас как бы, ну, не проверялась система, там какой-то экзотический случай, а вот там в GDK его никто тестами не покрыл, а вот в идейке пришел пользователь и нашел вдруг. Как это надо фиксить? Есть апдейты в осях, которые просто приходят, потому что операционные системы развиваются более стабильно и чаще, и это приводит к багам. Ну, самые там популярные – это всякие скроллинги. Вот недавно приехал апдейт Каталины, у которого взяли и решили системный шрифт сделать вриейбл шрифтом, тексты стали кропаться везде. Ну, бред. А есть самые прикольные баги. Это баги от отсутствия API в каких-либо с новым железом. Ну, TouchBar, например, это один из тех примеров. Какие еще примеры есть? Ну, не знаю, появляются там ноутбуки, где экран можно трогать. Хрен знает, кому это надо, но прикольно вроде там поскролить что-то. Вот. И обидно, когда во всех программах это работает, а у вас не работает. Это такой коротенький список того, что к нам прилетает. Здесь много чего пофикшена. То есть это вот где серенькое и зачеркнуто, это типа мы молодцы, а где синенькое и не зачеркнуто, это типа что-то мы не очень молодцы. Ну, вон там, не знаю. Я отсортировал их по воутам, то есть насколько пользователи активно приходят и ставят там давай-давай. Ну, видите, там на втором месте за всю историю там это эмоджи. Кому нужны эмоджи? Но, тем не менее, там чем больше лайков, тем как бы быстрее джет, брейнс что-то делает. И вот видите, оно зачеркнуто. Ну, как бы. Собственно, да, народная мудрость. Если баг не чинит, почини его сам. Понятное дело, что есть вот такая сноска, если тебе не лень. Обычно лень. Баги чинить, особенно не в своем коде, это никто не любит. И так происходило с нами. Мы откладывали починку gdk-шных багов до самого последнего конца, до тех пор, пока нас как бы не клюнуло. Сейчас предлагаю просто поиграть в такую викторинку. Как думаете, что здесь написано? Кто первый сказал в зале? Окей. Передайте, пожалуйста. Это лицензия, значочек и дешний. Спасибо. Да, все правильно. Собственно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И этот гром, он… Ну, собственно, это наша история. И гром у нас грянул. Гром грянул примерно вот так. Вот пришел известный дядечка, на непокойный, сказал, что ребята, давайте эту джаву как-нибудь мы будем вообще изводить. Вот. Кто знает, да, кстати, что на Макоси долгое время джава просто была из коробки. Покупаешь ноутбук, открываешь, и там все удобно. У тебя Ruby, джава, весь environment, девелоперский настроен. Вообще, ну, сказка, а не компьютер. Можно сразу девелопить все. Прикол в том, что это как бы не бесплатно. Все эти вот эти джавы в компах, которые идут по умолчанию, это… за это нужно платить. Как за это платил Apple? Ну, как, они все время тормозили. Там выходит апдейт джавы, какой-нибудь security или еще что-то, они его не получают или получают через полгода. Это не есть хорошо. Собственно, совсем гром прилетел, когда случились вот эти вот три суперкритичных бага. Первое – это с аплетами связанная штука. Вообще, кто помнит, что такое аплеты? Тоже довольно много людей. Короче, это такая дрянь, которую, слава богу, мы живем в 2020 году, и мы от нее полностью избавились. Но это редкостная дрянь была. И самое интересное, что эти аплеты, они жили в любом сайте, который более-менее там с банковской системой работал или где-то что-то надо было сделать. Там, нам нужен аплет, чувак, напиши нам аплет. По сути, блин, это программа, которая запускается у вас на компе и что-то там делает, и вы вообще не в курсе, что происходит. Вы говорите «Окей» и понеслась. Ну, собственно, вот… Господи, я все время забываю его название. Называется «Бунана Троян». Это суперизвестный Троян. Он появился там где-то на винде, поэтому у меня вот скриншот с винды. Но, понятное дело, что так как это джава, кроссплатформенность запускается везде. На винде все это дело починили быстро, потому что виндовые джавы, за них отвечал Oracle. Ну, тогда Sun. Давайте я буду называть просто Sun всегда Oracle, потому что так проще. Собственно, на Linux и на винде всю эту дрянь извели быстро. А для Mac у Oracle ничего не было. Они не занимались этими билдами. Этим занимался только Apple. И это продолжалось довольно долго. Так вот, Apple довольно долго тупил с этими апдейтами, и в итоге закончилось-то тем, что в какой-то момент было порядка 700 тысяч зараженных компов, а это просто троедец, это очень много. Вот, Apple решил поставить точку и говорит, ребята, мы убиваем джаву, мы больше не будем ей заниматься. Начиная с 10.6, мы ее деприкейтим, и, короче, Oracle, занимайся, пожалуйста, этим сам. Они как-то там договорились, я не знаю истории, честно говоря, если кто-то знает, расскажите мне в привате, мне безумно интересно, как они смогли договориться. Но тем не менее, начиная с 7-ки, Apple прекратил саппорт джавы, Oracle взял ее себе, и к нам приехал сломанный текст-рендеринг, к нам приехал. Собственно, про это сразу же стали жаловаться много пользователей. Я сделал скриншотик со Stack Overflow, тут из полезного можно прочитать вот эту вот штуку. Apple cares a lot about design, Oracle, well, not so much. Это, понятное дело, очень субъективное мнение, но таких мнений было довольно дофига. Наверное, у Oracle есть причины там делать все быстро, и они большие молодцы, что вообще взяли и собрали на коленке семерочный билд для Mac в рекордно короткие сроки. То есть претензий к ним нет. Но у нас прилетел вот такой текст. То есть если вам плохо видно, можно смотреть на дисплеях, ой, на мониторах, там все классно. Ну, думаю, отсюда тоже видно. Довольно хреновый рендерящийся текст в семерке и относительно нормальный, ровненький текст в шестерке, который рендерится Apple. То есть если есть совсем вот ребята с хорошим зрением, которые там разбираются, давайте посмотрим. Вот эти вот, вот посмотрите на эти S. Это сильно растянутый скриншот, но тут видно все эти неровности. Если у вас все было классно, а потом стало не классно, то вас начинает это сводить с ума. Если у вас было не классно с самого начала, возможно, вы, ну, все нормально, вы к этому привыкли. Короче, почему так происходит? Происходит это потому, что текст рендерить сложно, и чтобы отрендерить текст, надо сделать много-много всего интересного. Я про это сегодня буду рассказывать. Да, собственно, это еще один скриншот, уже там в цвете, в красках и все такое. То есть наверху у нас Apple, такие чуть поярче все выводятся, и снизу у нас Oracle, который вообще хрен разглядишь, он такой тусклый, тонкий. В общем, не зашибись. Короче, ответ такой. В Oracle 7 не было субпиксельного антиалиасинга. Кто знает, что такое антиалиасинг? Кто знает, что такое субпиксельный антиалиасинг? Окей, мы сегодня про это будем говорить. Короче, чтобы разобраться, что такое антиалиасинг, нужно, наверное, разобраться с тем, что такое алиасинг. Алиасинг – это такая штука, это такой дефект, который проявляется, когда вы пытаетесь взять какую-нибудь кривую и положить ее на пиксельную сетку. Проявляется он в том, что вместо гладенькой кривой, там, не знаю, какой-нибудь кривой безе, у вас получается набор прямоугольников. Ну, просто потому, что это пиксельная сетка, тут все у нас дискретно, и надо как-то выкручиваться. Этот шрифт выглядит не очень круто. Что такое антиалиасинг? Это борьба с алиасингом. Собственно, что мы делаем? Мы пытаемся все эти неровности, шероховатости покрыть полупрозрачными пикселями либо пикселями, которые подходят. Так, чтобы нашему глазу и мозгу казалось, что линия на самом деле такая кругленькая и не квадратная. Субпиксельная антиалиасинг – это вообще космос. Это вот так вот выглядит, если совсем. Собственно, возникает вопрос, а как так? У нас здесь куча каких-то цветных пикселей. Я тут прорендерил черный текст. Какого фига вот эта картинка лучше, чем вот эта картинка? Неочевидно. Ответ заключается в том, что есть всякие специфики того, как мы воспринимаем картинку с экрана. Это, собственно, есть специфика нашего глаза. То, что у нас глаз, он устроен по-другому, чем у других животных или у птиц. Он не может, например, различить супермаленькие детали с экрана. И второе – это то, как наш мозг обрабатывает всю эту информацию, которую получает с дисплея. Давайте разберемся в субпиксельном антиалиасинге. И для того, чтобы это сделать, надо понять, как устроен пиксель. Что я сделал перед конференцией, докладом, я пошел и пообщался со своими знакомыми, друзьями, коллегами и поспрашивал их, ребята, как выглядит пиксель, вообще, что это такое. Вот. Ну, собственно, я уточнял, что это пиксельно там LCD-монитория. Половина людей, ну, там, ответила правильно или более-менее правильно, другая половина затруднилась ответить и предположила, что это, ну, просто такая лампочка, которая, вот и говоришь, каким цветом надо гореть, она таким и горит. В реальности немножко все обстоит сложнее. Пиксель на самом деле состоит из трех частей. Чтобы получить вот такой белый пиксель, нам каждую часть нужно зажечь там красным, максимально зеленым и синим. Эти части называются субпикселями. И… А? Что-то зеленым, да. Короче, если мы возьмем, условно говоря, белую картинку на мониторе LCD-шном, попробуем ее снять под микроскопом, у нас получится вот, ну, примерно вот так вот. То есть есть куча палочек, которые загораются, и нашему глазу и мозгу кажется, что, типа, тут все белое. Ну, на самом деле, правильно не верить мне, но можно проверить меня очень легко. Возьмите там ноут, попробуйте вывести текст какой-нибудь и сфоткать его на мобильник. Когда вы будете подносить мобильник и попробовать фокусироваться на тексте, у вас появятся такие всякие волны, в вашей фотокамере все будет плыть, и непонятно, откуда это берется. Потому что такой фигни, например, с бумагой не происходит. То есть с камерой у вас все нормально. А здесь, однако, такая есть. Поехали дальше. Собственно, как работает? Давайте посмотрим на букву, которую мы пытаемся отрендерить без всякого антиалиасинга. Это вот просто так буковка рендерится. Так рендерится буковка с грейскейлом. Ну, я говорил, что мы пытаемся как-то заменить. Теперь смотрите, у нас есть информация о том, что пикселей, на самом деле, у пикселей есть субпиксели. Что сделать, если мы возьмем и попробуем их заиспользовать? Как будто это живые пиксели. То есть возьмем и в три раза увеличим количество пикселей. У нас получится такая картинка. И эта картинка выглядит сильно лучше, чем то, что мы видим слева. А потом возьмем их и закрасим вот так вот. К сожалению, у нас не получается задать каждому субпикселю свой какой-то вот единый цвет, потому что он там только в красный, зеленый или синий загорается. И дальше мы применяем такую штуку, как размытие крайних пикселей, чтобы получить что-то типа такого. Опять же, вот это вот без пикселей, это без антиалиасинга, с грейскейлом и с субпиксельным. Алгоритмы размытия крайних пикселей, они все запатентованы, как правило, открытых там пару штук. И, собственно, как бы я не могу ничего про них толком рассказать, потому что это какие-то формулы, которые, ну, хрен знает, с патентом каким-то. Вот, есть. Да, собственно, в чем прикол? Вот эту букву с субпиксельным антиалиасингом наш мозг воспринимает сильно лучше, чем с грейскейлом, либо без вообще антиалиасинга. Вот, ну, можно проверить. По поводу алгоритмов. Есть очень известные алгоритмы субпиксельным антиалиасинга. Первый – это clear type. Про него, скорее всего, все слышали, потому что это виндовая такая запатентованная штука. Кстати, да, патент истек в прошлом октябре, так что все классно. Есть алгоритм на Apple, есть cool type от Adobe, есть free type бесплатный, он там на Linux работает, и есть какая-то подделка от IBM, их на самом деле очень много. Для clear type очень классно сделали ребята, они такие говорят, мы не знаем, как у тебя там дисплей устроен, давай поэтому, когда ты включаешь clear type, ты его сам настрой и пойми, что тебе лучше. И наш, мы, собственно, как бы… Вы понимаете теперь, да, почему как бы нас заставляли кликать в эти картинки? Потому что, ну, собственно, как бы мы не знаем, что для вас, для вашего мозга, для ваших глаз является более качественным текстом, поэтому давайте-ка вы сами соберете параметры для алгоритма. И самое интересное, что теперь понятно, почему для каждого монитора этот диалог показывался. Потому что дисплеи могут быть разные, и геометрия там субпиксельная разная. Да, собственно, субпиксельный антиалийсинг – это первая фича, которую мы сделали в JetBrains рантайме, когда она у нас совсем накрыла. Как мы ее сделали? Да, мы, конечно же, не писали никакого своего алгоритма, мы пошли в систему, которая лежит внизу Макоси, она называется Quartz2D, и сказали ей, слушай, отрисуй нам, пожалуйста, этот текст, мы его возьмем, потом вот отправим куда надо, и все будет зашибись. И этот фикс вроде бы даже сделали и приняли. Но это еще не все. Есть куча другого геморроя с текстом, который надо решать. И этот геморрой заключается в том, что когда вы рисуете текст, вам, опять же, нужно классно попадать в пиксельную эту сетку. Представьте себе, что у вас есть некая там, ну вот опять же кривая без Е какая-то, ну прямая линия – это частный случай кривой без Е, и вам нужно попасть в эту сеточку. Вот буковка М. Она попадает, посмотрим на левую ногу ее. Она как-то попадает, но непонятно, надо ее закрашивать или нет. По пересечению с центрами. Это такой очень супербыстрый алгоритм определить, надо или не надо что-то делать. То есть здесь у нас центрики захватываются. Я просто не хочу сейчас углубляться, потому что есть супер уточняющие алгоритмы, когда у нас на самом деле точка здесь не одна, а их там еще точки стоят. Но это уже просто про курсы компьютерной графики. Сходите там. Красивее? Ну, может, нам может зигзагом пойти там как-то так. Ну, собственно, хочется нам такую букву М получить. Ну, плюс-минус. Короче, есть такая штука, называется хинтинг. Хинтинг – это алгоритм, который… Ну, это просто подсказочки такие рендереру, что чувак, туда не ходи, сюда ходи, здесь не башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот. И он подсказывает, что, например, в букве H не надо рисовать правую ногу двумя пикселями, а левую одну, потому что некрасиво будет. Рисуй вот, пожалуйста, вот как-то так вот. Этот хинтинг – это… Ну, его запарно писать в каждом приложении. Это, ну, очень сложная штука, поэтому надо использовать какую-то библиотеку. А, извините, да, вот здесь я просто показываю, как дизайнер может помочь шрифту, да, и сказать ему, что, типа, как себя вести в разных размерах и в разных, там, ну, да, как в разных размерах вести. Это скриншот с программы FontLab, это штука, которую мы использовали для, например, создания JetBrainsMon, то есть мы всю деятельность ввели там. Для каждого символа этот хинтинг указывает супер запарно, потому что размеров много, и есть такая вещь, как называется автохинтинг, когда для более-менее всех символов мы угадываем, как делать, а если что-то пошло не так, ну, там, подкрути. Самое смешное, что как это все представляется, это часть шрифта, и представляется оно примерно вот таким образом в шрифте, то есть это реально байт-код, который засылается и такой говорит, вот веди себя вот как-то так. Я не понимаю, что здесь написано, в смысле, ну, пока не было необходимости разобраться, но… Вот. Собственно, мы используем библиотеку FreeType, которая все это умеет делать. Она умеет рендерить, она умеет делать автохинтинг, она умеет читать вот этот байт-код из фонтов и делать хинтинг правильно. Мы ее заиспользовали, она была доступна в Java, начиная с седьмого или девятого года, и пофиксили там кучу багов. Вот. Это тоже такой наш, наша заслуга. Мы положили это в OpenJDK, и, в общем, у нас в идейке текст стал лучше показываться в редакторе. Фух. Так. Долгое время в идее не было вот поддержки вот таких вот языков. Кто-нибудь может сказать, что это за язык? Короче, это персы. Вот. Ну, я думаю, тут мало филологов или кто-то разбирается. Почему тут персидский, я потом там упомяну. Смотрите, в чем здесь сложность? Здесь невозможно понять, а где, собственно, буквы. Да. Тут вроде бы они есть, то есть где-то вот здесь, но, блин, вот какая-нибудь, какая-нибудь вот такая штука. Это что, это одна буква или вообще что это такое сложно? А, и причем, да, собственно, там люди, которые используют арабский язык, они все так пишут. У них там по-другому, в общем-то, считается либо неправильным писать, либо как-то, ну, вообще не комильфо. Очень интересная штука. Я пошел вот в самый последний фотошоп, вставил вот такой вот текст. Это одна и та же строчка. Означает она software developer. Но от этого легче не становится. Вот так вот она выглядит в идейке, вот так она выглядит в фотошопе. Если видите в фотошопе, там вот как раз, ну, более-менее можно догадаться, что это буковки идут. Вот так дык-дык-дык-дык-дык. Короче, в чем проблема? Проблема в том, что буковки отдельные вообще-то надо уметь собирать в один большой глиф. И он при добавлении буковков новых может меняться вообще, ну, кардинально может меняться. И долгое время мы этого делать не умели в идейке, и начали приходить пользователи вот эти вот с красными лицами и говорить, ребята, доколе, нам нужно комментарии тут писать на персидском или на каком-то там. Вот нам нужно там, не знаю, в литералы это вставлять, а вы этого не умеете, нам сложно жить. Пришлось научиться. Мы взяли такую библиотечку HarvBass, и опять же она уже была в Java на тот момент, и пофиксили кучу performance багов с выводом вот этих классных языков. Собственно, что такое HarvBass? HarvBass – это такой сишный IP для текст-шейпинга. Шейпинг – это процедура такая, когда у нас есть много чего, а мы берем это, собираем и вот вываливаем. Очень типичный пример приведу сейчас. Представьте себе, что у вас есть несколько юникод последовательности таких вот. мужик, значок Венеры, и там что-то такое черный. Вот это надо уметь зашейпить в негритянку, например. Вот, собственно, этим занимается HarvBass. Я просто Emoji привел как такой типичный пример, где это используется постоянно. А есть сложные языки. Самый прикол, что HarvBass написал ровно один чувак, он поработал, не забыл, как его зовут, он поработал в куче контор, включая Google, Mozilla, где-то, может, в Apple даже работал. Эта библиотека, она более-менее сейчас везде работает. То есть, если строчку, которую я показывал, вы ставите в Chrome, там будет все зашибись. В Mozilla тоже все классно. Photoshop? Нет. Давайте просто summary некая подведем. С текстом все сложно. Чтобы отрисовать нормальный текст, есть условно пять шагов, которые нужно сделать. Первый это стайлинг. Условно говоря, это взять какую-то информацию, чего вы хотите, в каком стиле вы хотите рисовать. Это там italic, bold, plane. Каким шрифтом вы хотите, вам нужно узнать. Вообще, есть ли такой шрифт в системе? Может ли он отрисовать этот символ? Если нет, то куда нужно зафалбетчиться? Дальше это layout. Разбить просто текст на куски и сгруппировать. Shaping. Это составить из нескольких символов, ну, какой-то один. Растеризация. Это то, что, ну, вот, как вам нужно там с антиалиасингом, без антиалиасинга. И композиция. Это, собственно, где что находится. Процесс не такой straight forward. Он может меняться, потому что на каком-то шаге вам может захотеться пойти пересчитать координаты, вернуться там с шага, не знаю, 5 на шаг 3 или там на 2. Короче, хрен знает, как это работает. А еще есть такая штука RTL. Кто-нибудь слышал? Да, переводится дословно оно right to left. То есть вот такие вот язычки типа персидского, они вообще-то набираются в обратную сторону. И от этого взрывается мозг. А что делать, если я хочу по-английски писать, потом пописать вот на персидском, потом переключиться опять на английский. Это вообще как? Давайте сделаем разминку, выдохнем. Просто представьте себе, что это английский текст. Есть курсорчик, я пометил его желтеньким. Вы зажимаете shift и нажимаете стрелочку вниз. Понятно, что происходит, да? То есть у вас отсюда досюда заливается все синим, курсор переходит сюда и синим заливается вот здесь. Супер очевидно. Попробуйте представить себе, что произойдет, если мы сейчас зажмем shift и нажмем вниз. Ну, более-менее картинку собрали, да, что должно получиться. Тут у нас интересно. У нас тут есть, во-первых, английский символ. У нас тут опять же начинается какая-то ерунда, то, что пробел мы могли в английском ввести, ну, в смысле там, в терминах. И вот кусок мы вроде как правильно там выделили. Короче, это безумно. Я сейчас не буду останавливаться на это, но это довольно интересно, если у кого-то будет желание с RTL разобраться поподробнее или просто в идейке поиграться с этим. Welcome. Может быть, кто-то иврит знает, например. Итого, чего мы сделали с текстом в LJ Platform? Мы починили фонд-рендеринг. Ура! Там появился супиксельный антилясинг, но потом через сколько-то лет оказалось, что, ну, там последний год-два он уже нафиг не нужен, потому что пикселей появилось столько на экране, что он теперь не нужен. Мы поддержали всякие сложные язычки. Мы добавили поддержку эмоджи. Помните, баг номер два по воутам. Все счастливы. RTL и лигатуры. Кто знает, что такое лигатуры? Во! Образование идет. Спасибо Никите Прокопову. Все больше людей проникаются. Короче, лигатура – это такая фича шрифта, когда он может вам сказать, что типа на самом деле замени мне два или более символов в другой символ, другой глиф. Ну, например, что это за символ? Это равно больше. Вместо того, чтобы рисовать отдельно, их рисуется такой символ. Это восклицательный знак равно. Ну и так далее. Кстати, лигатуры можно попробовать с JetBrains Mono. Надо включить галку у себя в идее. И если вам понравится, ну, классно. Не понравится, всегда можно отключить. Следующая штука – HiDPI. HiDPI – это очень мистическое название. Никто не знает, что оно значит. То есть все его используют в речи среди программистов. Но что это такое, с этим есть некоторые сложности. И самый прикол, что в маркетологии они делают только все хуже. То есть есть у нас Retina – такой термин. Вообще-то латинское слово, оно обозначает сетчатку, то есть внутри оболочку глаза. А также это общее маркетинговое название всяких дисплеев от Apple. У нас есть 4К, у нас есть 5К, у нас есть Quad HD, который вроде бы… Ну, я в последнее время не слышу ничего про это. Что такое HiDPI, никто не знает. Условно, HiDPI – это что-то, что лучше в два раза по вертикали и горизонтали, чем у вас было. Вот так вот к этому относятся. То есть там картинка в четыре раза лучше, пиксели в четыре раза больше. Очень условно. Какие проблемы есть с HiDPI? То, что когда у вас есть продукт, который не готов к вот этим классным суперским мониторам, у вас появляются всяческие артефакты. Мутные иконки, мутный текст. Если вы кастомно где-то что-то рисуете, опять это муть. Ну и контент на самом деле может быть четким, но очень маленьким, тоже плохо. Вот это все в одной картинке. То есть что мы имеем? Мы купили себе, притащили из магазина классный, дорогой HiDPI монитор. И вдруг у нас все приложения стали хреново работать. Вот у нас есть Skype, у которого есть супер четкая иконка, но она такая, что ее не видно. А есть другое приложение какое-то. У него иконка вроде нормального размера, но от нее настолько воротит, что лучше бы ее не показывали. Что с этим делать, непонятно. Это интересные, всякие интересные графички. Это график с Google Trends. Я, собственно, ввел запрос такой, HiDPI support. И как часто люди обращались к нему. Ну вот мы тут видим, что в 2011 году все стали шевелиться, потому что Apple заявил, что у них есть классные экраны, и люди таки стали чесать репу, а что делать-то. Вот. Ну и постепенно там к какому-то году пошло на нет, потому что люди починились. Мы занялись HiDPI support в середине 2011 года. И, собственно, что мы стали делать? Нет, рано. Что мы стали делать? Мы, во-первых, стали делать иконки в два раза больше. То есть несколько типов иконок. Если вы на ретине какой-то дисплей, мы показываем большую иконку. Если нет, то маленькую. Но это все уныло работало, поэтому через несколько лет мы все перешли на SVG и стало вроде полегче. Да, есть, собственно, я еще немножко остановлюсь на этом. Есть более сложные проблемы с HiDPI. Ладно, у вас один монитор. Представьте себе, что у вас два монитора. Одно разрешение, 5К, другого мутное какое-нибудь, старый монитор. И вот вы елозите окошком туда-обратно, туда-обратно. И вы хотите, чтобы у вас при переносе окошка с 5К на, собственно, обычный монитор, оно не раздувалось, не было больше, чем сам этот монитор, а как-то скейлилось. Короче, в идейке мы решали всякие такие проблемы. И совместно с Oracle, что они тоже очень много чего сделали, добились того, что сейчас это из коробки работает. Кто знаком с этим термином? Точнее, это accessibility. Что это такое? Вообще, на самом деле, жизнь, она как бы… Мы сейчас здесь собрались, все здоровые, надеюсь, но не всем так повезло. Вот статистика Stack Overflow, вопрос, который они делали, показывает, что довольно много людей, ну, в смысле, 1-1,5% это много людей, им не так повезло, как нам с вами. Они либо слепые, либо имеют серьезные проблемы с тем, чтобы вообще читать с дисплея. И с этим нужно что-то делать, потому что надо помогать таким, как мы. Вот. Как идейка помогает таким людям? Во-первых, у нас есть поддержка скринридеров. Скринридер – это такой девайс, который начитываете, что вообще происходит в этом мире. Закройте когда-нибудь глаза, включите у себя voiceover, например, на маке, либо какой-то скринридер, который есть по умолчанию, не знаю где. Вот. Он помогает слепым людям ориентироваться и работать. Среди слепых людей много программистов, и вот идейка, собственно, предоставляет классные вещи, типа там, поддержка скринридеров на винде. К сожалению, даже на винде мы работаем, ну, так себе. Нам бы очень хотелось лучше, мы сейчас занялись этим активно, но врать не буду, пока не все идеально. А сейчас это с дальтониками? Да, собственно, как бы дальтоники, с дальтониками вообще интересная история, что их довольно много, их прям дофига, их 8% среди мужчин, среди женщин сильно меньше, но, условно говоря, каждый 12-й 8%, каждый 12-й это дальтоник. Раз, два, три, четыре. Мы сейчас насчитаем. Нет, это правда, ну, очень много коллег дальтоники у нас. Кто-то зеленый не видит, кто-то красный. Вот. И в идейке есть специальный режим. Ребята, если у вас есть проблемы с этим, включайте, тестируйте, пишите нам обратную связь, мы будем это улучшать, потому что, ну, эта штука есть, кстати, в любых телефонах, типа там Apple, Android, просто из коробки. Что мы собираемся делать дальше и с чем у нас есть проблемы? Как я уже сказал, мы хотим перенести скринридер, сделать поддержку скринридеров на Mac'е и подружиться с VoiceOver. То, что VoiceOver – это самая лучшая система для слепых. Лучше вообще ничего нет. Это правда. У нас есть в команде парень, он присоединился где-то полгода назад, он не видит. Он сейчас работает в команде JetBrains Runtime и помогает нам делать accessibility. Мы не то, что гипотетически предполагаем, что у нас есть проблемы, мы просто видим. Вот вчера у него был доклад публичный в JetBrains, он просто показывал, как он работает с тулами, он показывал Xcode, показывал идеи, показывал какие-то другие вещи. Это очень познавательно. Ну, погуглите, посмотрите. Project Lanai – это недавно запущенный проект перехода… Короче, мы делаем новый рендеринг-пайплайн для Mac OSI вместе с Oracle. Вот. Нафига это нужно делать? Да потому, что в скором времени Apple задеприкейтит OpenGL и, наверное, нам всем будет хорошо, но хочется соломки подстелить. Поэтому сейчас мы активно пытаемся переехать на нативный рендеринг-пайплайн от Apple, который классный, который быстрый, он называется Metal. Ну, в общем, мне кажется, у меня все. Спасибо большое и ваши вопросы. Алексей? Спасибо за доклад. Да, первый вопрос. Да, круто. Раньше была еще, кроме… Ну, во-первых, я так понимаю, что доклад по большей части про UI. Вот. А на самом деле раньше же было еще много разных кусков, например, всякие файловые вотчеры и всякие такие штуки. Что сейчас с ними вообще происходит? Конкретно в идейке либо вообще? Ну, у вас в идейке, да. То есть, делаете ли вы что-то в этом месте или уже сейчас файловые системы всякие там нотификации шлют вам? Ну, вот там что-нибудь. Смотри, с файловым вотчером тут все очень просто. Можно обойтись своей нативной библиотекой, не надо ничего делать. То есть, у нас и правда, какая у нас ситуация? Мы загружаем большой проект из гита, условно говоря, и мы его индексируем. Наверное, никто… Все знают об индексации, потому что это такое место, которое невозможно не знать. Для того, чтобы проиндексировать, нужно знать, какие файлы у вас где лежат. А потом, когда вы закрываете проект и открываете опять, нужно очень быстро понимать, что обновилось, а что можно не индексировать. Мы используем для таких вещей файловые вотчеры. Это такая нативная утилитка, которая следит за операциями с файлами на диске. Вот. GDK нам для этого вообще не нужна. И там есть просто под каждый прицелок такая маленькая утилитка. Все. Спасибо. Есть еще вопросы? Вы вот упомянули OpenGL, что от него нужно отказаться. Если вы в курсе, почему, хотелось бы услышать, потому что, на мой взгляд, OpenGL — это весьма годная технология. Да. Я говорил, что не нужно, а что Apple собирается от нее отказаться. То есть есть информация о том, что Apple задеприкейтит OpenGL на своей платформе. Почему Apple хочет это сделать? Я не буду спекулировать. Мои просто предположения. OpenGL не адаптирован на работе с Mac. Он делает многие вещи не менее эффективно, чем это делает Metal. А Metal, соответственно, заточен под все базовые операции, которые вот есть. Если вы хотите написать лучшее приложение под Mac, пишите на какого, и все у вас будет классно, потому что, ну, это нативный фреймворк. Речь сейчас идет просто про примитивы, а не рендеринг текста. То есть есть очень базовые вещи. Например, вам нужно отрисовать, там, не знаю, прямоугольник, или отрисовать какую-то, там, не знаю, анимацию. Там вот, когда открываешь Xcode, например, там, хоть он очень убогий в плане навигации интеллекта, но графические вещи там сделаны просто лучше всего. Там, например, как появляется completion. Можно смотреть часами на то, как появляется вот попапчик с completion. Он появляется с эффектом анимации, такой выпрыгивает. Вы хрен такое сделаете в свинге когда-либо. Даже на OpenGL это сложно сделать. Это делается благодаря нативным всяким вещам, которые заложены просто в Apple из коробки. И Metal это позволяет делать бесплатно и быстро. Плюс, ну, наверное, в Metal есть из коробки поддержка GPU и всяких там таких графических вычислений. Поэтому это для… Ну, просто по перформансу как бы он убьет OpenGL. Вот. Получается, основная цель работы вот именно по форканью OpenJDK, она была именно с целью работы над UI. Какие-то другие вещи вот те же, помимо файловых вотчеров, что-нибудь еще, какие-то улучшения вносились? Вносились улучшения в систему дебаггера. Я, к сожалению, не могу про нее ничего рассказать, потому что, ну, просто не могу, потому что не в контексте. Вот. И, да, в общем-то, наверное, и все. То есть есть вещи, которые нас волнуют. Это, ну, как я сказал, за что я отвечаю? Это то, чтобы классно все выглядело. Да, поэтому мы все это пытаемся делать в Java. Вот там есть у нас Егор Ишаков, он отвечает за дебаггер, и он такой говорит, так, здесь они накосячили, пойду-ка починю это в JDK, раз она у нас есть. Ну, пошел там что-то подкрутил, починил. Вот. То есть, чего бы нам хотелось еще сделать, но у нас не хватает экспертизы, это, например, написать какой-нибудь классный garbage collector, который работает специально для десктопа. Ну, это вообще вот из серии мечты. Если вот есть специалисты, пожалуйста, приходите к нам вот в команду, я вот на полном серьезе. Напишите нам там, не знаю, garbage collector или ускорьте Java. Привет, спасибо за доклад. Не очень понятно, а зачем все-таки fork, почему не сделать это для всех и планируете ли вы все это в AppStream? Отличный вопрос. Конечно же, мы планируем это в AppStream, и многие чинжи, которые, о которых я говорил, они уже в OpenJDK, и их удалось донести, не все, но какие-то. То есть, что нам не удалось донести, это всякая специфика, связанная с фокусами, например, потому что фокусы — это просто сильная, очень сложная система, ее непонятно, как тестить, и вещи, которые мы фиксим для себя, они релевантны только для нас. Oracle не в состоянии даже, ну, адекватно оценить, поэтому они не рискуют, и мы их понимаем. Вот. Какие-то хаки с high DPI тоже не все донесены, поэтому, ну, там, ребята из Yorkita или, например, JProfiver, они предпочитают использовать нас, а не OpenJDK. есть сложность с донесением чинжей, но наша задача донести их все, потому что, если мы не будем этого делать, у нас будет все больше и больше конфликтов на мерже. Спасибо, есть еще вопросы? Спасибо за доклад. Я вот услышал, что у вас иконки в SVG рисуются, то есть они в рантайме прям отрисовываются. Вы можете подсказать, как вы, то есть, сами писали или там батик какой-нибудь используете? Очень классный вопрос. Да, 6 лет назад я был в офисе компании Oracle и беседовал с, ну, вот, инженерами, которые в Java 2D сидят. Говорю, ребят, нужно что-то делать с поддержкой картинок, потому что у нас грядет, вот там видит хай DPI непонятный, и никто не будет тащить с собой растровые картинки. Это просто убийца. Скорее всего, мир будет меняться в сторону упрощения вот этих вот иконок, уберут все тенюшечки и прочее. Давайте сделаем что-нибудь для SVG. Собственно, предложение было использовать батик для того, чтобы, ну, просто включить его в поставку Java. Но, к сожалению, этого не случилось, поэтому мы у себя используем его, причем используем подхаченный для того, чтобы, ну, там, не знаю, чтение SVG было чуть побыстрее. Плюс используем хитрую систему кэшей, когда у вас идейка один раз стартовала, она прочитала, что вам нужно, ну, там, не знаю, у вас скейл, например, 125, и вам нужно SVG-шку, это вот, ну, там, в 1.25 умножить, кэши сохранить в растре где-то на локальном диске, и потом их быстренько использовать. Вот. То есть мы вот так работаем. Я бы очень хотел отдать это в OpenJDK, я пока не знаю, как, потому что те люди, с которыми я говорил, они же там не работают. Самый-самый первый раз, получается, когда идея запускается, она все-все иконки полностью отрендеривает? То есть она может медленнее там первый раз стартовать? Или там незаметно проседание? Вообще незаметно проседание. Мы, смотрите, ну, загрузить PNG-шку одну, это примерно меньше миллисекунды. Загрузить SVG-шку, построить по ней битмапчик, это примерно 5-7 миллисекунд. Вот. Так как первый раз у вас грузится, ну, сколько там, 100 иконок, можно умножить. Плюс есть такая штука, что это все еще размазано во времени, вы не замечаете этого. То есть там проседание, ну… Еще есть вопросы? Если больше нет вопросов, давайте поблагодарим докладчика. Вам спасибо. Продолжение следует...